Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике характеризуется наличием 249 новых случаев коронавирусной инфекции по данному управлению Роспотребнадзора. При этом 103 случая приходится на город Якутск. Основные случаи, больше половины, приходится на районы нашей Республики. Сегодня особая сложность и внимание оперативных штабов привлекают районы Мирненский, Нюрнгринский, Алданский, Ленский и Хангалаский. Необходимо обратить внимание на некоторое осложнение ситуации в Алёкминском и Татинском районах. Оценивая ситуацию в городе Якутске на настоящий момент, необходимо обратить внимание на сложности, которые возникают в связи с закрытием ряда наших образовательных учреждений по наличию заболевания УРВИ. При этом необходимо обратить внимание, что решения, соответствующие в районах и в городе Якутске, будут зависеть от соответствующих распоряжений и требований Роспотребнадзора при превышении соответствующего количества случаев по острым респираторным заболеваниям. При возникновении вопросов по карантину, по острым респираторным заболеваниям среди школьников, соответственно, школьники будут переводиться на дистанционное обучение. В целом, от 1 до 7 случаев зарегистрировано в 15 районах Республики. За последнюю неделю количество по сравнению с предыдущей заболеваемостью выявленных случаев снижается на 7,1%. Однако необходимо обратить внимание, что непосредственно в республике снижаются, к сожалению, и темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В связи с чем сегодня, хотя и привелось у нас около 66% взрослого населения первой дозы вакцины, необходимо, соответственно, усилить в этом направлении свою работу. В 12 районах и в городе Якутске провакцинировано более 70% взрослого населения. Наиболее низкими темпами являются темпы вакцинации в Алёкминском, Амгинском, Горном, Намском и Чуропчинских районах. Необходимо обратить внимание, что именно вакцинация сегодня является единственным безопасным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которая зависит индивидуально от каждого гражданина. Тогда, когда мы уже живем в ковидной истории практически два с половиной года, нужно обращать, конечно же, внимание на то, что соблюдение норм социальной дистанции, масочного режима, а также непосредственно соблюдение всех требований, связанных с сохранением своего здоровья, это достаточно такая вот серьезная не только ответственность, но, по сути, это долг каждого из нас. На настоящий момент те районы, в которых наиболее низкие темпы вакцинации, для них характерны и тяжелые случаи, выявленные тяжелые случаи, для них характерна и болезнь лица старше 60 лет, для них характерна и высокая летальность. Поэтому, не приходя на вакцинальный участок, не думайте о том, что от ваших решений зависит и, соответственно, в том числе здоровье всех окружающих. Приходя же на вакцинальный участок, вы четко понимаете, что вы сохраняете себя и своих близких, и всех, кто живет рядом. Необходимо обратить внимание, что вакцинальная кампания идет не только относительно новой коронавирусной инфекции, но и относительно гриппа на настоящий момент привито 35,4% от населения Республики Саха-Якутия. И хотелось бы всех призвать, в том числе и на гриппозную кампанию, и обратить внимание на то, что, соответственно, вакцина против гриппа и вакцина против коронавирусной инфекции может ставиться одновременно. Медицинские организации работы работают, открытые двери в удобное для граждан время, работают прививочные и выездные бригады. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наступает третья неделя, когда мы живем в условиях предъявления QR-кодов в места общего пользования. Хотелось бы вас поблагодарить за разумное правомерное поведение и, соответственно, призвать к тому, чтобы к их пониманию того, что именно подобного рода ситуация позволит нам снизить заболеваемость. Продолжение следует...